добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодняшнем ролике хочу показать как я работаю с грузовыми аккумуляторными батареями тема конечно злободневная я не хочу и не прошу чтобы кто-то брал это за основу я всего лишь на всего хочу показать как с этими батареями работаю я в ролике не будет там как я уже говорил никаких таблиц никаких форму только процесс моей работы возникнут какие-то вопросы пишите в комментариях я за комментариями слежу и в комментариях постараюсь на все эти вопросы ответить за исключением тех вопросов где меня будут у меня будут выпытывать какие-то формулы какие-то ребята я все это могу расписать все это могу показать но я думаю что основной массе подписчиков это не нужно именно процесс расскажу о кое-каких нюансах в работе вступительная часть закончилась давайте приступим непосредственно к работе ролик возможно разделю на несколько частей а возможно всему одним роликом посмотрим по по времени насколько он будет растягиваться если будет ролик вытягиваться то значит буду этот ролик разделю на несколько частей постараюсь показать вам все стадии этапы по-другому последовательность работы как это делаю я вот вчера привезли мне батарейки с катерпиллера с американского погрузчика сегодня полдня пыталась дозвониться верни пытал тех людей кто привез скольки вольтовое оборудование хотел узнать как эти батареи подключены как они подсоединены между собой ну внятного ответа так и я и не слышал дело в том что основное правило сборки батарей такого типа это очень тщательный подбор изначально то есть батарейки должны быть очень близко друг другу по основным параметрам и желательно чтобы это была одна партия даже не желательно чтобы в этой партии также можно было сделать выбор и подобрать батареи по номинальным значениям чтобы они стояли очень очень близко друг другу от этого зависит очень сильно зависит дальнейшая эксплуатация как вы видите вот здесь стоят три разных батарея еще одна батарея у меня вот здесь ее привезли в таком состоянии она разбитая разбитый корпус и сейчас буду доставать он там кусочки внутри корпуса они залетели вниз видимо удар пришелся сюда слава богу что перемычки ней не лопнули на батарейки 13 вольт присутствует ну попробуем эту батарейку восстановить что касаемо этих батарей я отметил здесь дата выпуска у трех батарей это 19 год январь 19 года здесь здесь и разбитая батарея батарея также январь 19 года по пусковому току барсы они одинаковы что этот барс 1250 заявлено пусковому току но отличие отличие в корпусе возможно уже на этом этапе это говорит о том что разные технологические линии стояли и в зависимости от сборки они могут по параметрам уже отличаться но это батарейка которая стоит на операционном столе у меня она с этой батареей с одной партии и в эту сборку всунули тюмень тюмень 16 года это августа 16 года такой такой перформанс он конечно не допустим как я уже говорил батарейки должны очень близко находиться друг другу по основным параметрам любой разбег любой любое отклонение в параметрах батарейной сборки он будет естественно влиять на все основные пусковые свойства и на ресурс батарей потому как слабая батарея верней неправильно я сказал более здоровая батарея она будет принимать больше больше заряд то есть отбирать от общего заряда свою сторону больше энергии соответственно батарейка будет кипеть блять кто-то идет сейчас минутку приходил клиент соответственно батарейка эта батарейка которая берет больше заряда будет кипеть так как она принимает больше большую часть энергии на себя а те батареи которые отстают они продолжат деградировать то есть они постепенно будут высаживаться как бы приходит 24 вольт вроде все должно равномерно распределяться такого такого нет такого на самом деле нет и постепенно все вся сборка будет угасать то есть одни батареи будут съедать другие вот поэтому нужно тщательно выбирать подбирать батареи и при сборке желательно их тщательно отбалансировать по поводу балансировки я записывал ролик как это нужно делать ну вкратце я возможно вам покажу на примере этих батарей как будем балансировать эти батареи и ну потихонечку начнем чего я начинаю как правило это первая батарея в первую очередь нужно отогреть чтобы батареи были хотя бы минимально плюс 10 градусов это минимальный температурный режим при котором я начинаю работать это в том случае если клиент торопится если клиент очень срочно надо батарею и все прочее плюс 10 градусов желательно конечно двадцатка чтобы было на батареях тогда заряд усваиваться более равномерно очень хорошо сульфатики растворяются и батарея лучше набирает свои показатели так батареи отогрелись первоначально сразу мою протираю чтобы батарейки были чистенькие самому приятнее работать и наклеиваю но такие беджики значит на одном беджики у меня основные показатели и 2 беджик для буты грузовых батарей это карта плотности карта плотности необходимо в тех случаях когда я с батареями не знакомы в том плане если эти батареи ко мне не привозят если они ко мне попадают впервые то карта плотности она просто необходимо дело в том что вот эти батареи они гибридные как видно там это гибридные батареи а гибридные батареи у них повышенное газовыделение то есть они кипят раз они кипят значит они рано или поздно обсыхают и ну водители механики кто там кто обслуживает батареи как правило доливает воду так на глаз с бутылки плюхнул в одну банку 100 во вторую 200 в третью 30 и в итоге плотность в банках она вот таким нарушается таким образом мало того что банки могут отставать от эксплуатации от неправильной эксплуатации то есть глубоких разрядов все прочее какие-то из банок будут в процессе этого отставать быстрее то есть плотность будет уходить так еще и неправильным доливом эту плотность нарушает вернее стабильность плотности нарушит будет нарушена раз нарушена стабильность плотности то соответственно банки будут в этой батарее каждая банка будет жить своей жизнью она будет сама по себе и ничего хорошего из этого не получится вроде номинальная большая емкость у батареи а в итоге толчка эти батареи дать не могут для запуска но я представляю какой двигатель на катар пелли мне еще предстоит выяснить дело в том что вы котель пеллер американская марка и очень много механизмов очень много автомобилей американских грузовых они работают именно на 12 вольтовой сети внятно мне не ответили как эти батареи подключены сказали что половина батареи работает на 24 вот якобы на какие-то компьютере механизмы вторая половина из этой сборки работает чисто на двигатель вот ну я думаю до завтра мне внесут ясность в этом вопросе и мне нужно знать как эти батареи подсоединены между собой чтобы отталкиваться от этого наметить какой-то определенный план работы и двигаться дальше так но схеме я все снимать не буду потому что этот ролик будет беспредельно длинный снимать как если вернее записывать как я снимаю показатели как я мерю плотность каждой банки я этого снимать не буду буду показывать лишь результаты замеров я эти результаты они нужны мне не для ролика они нужны лично для меня для того чтобы я сделал свою работу более качественно поэтому как бы эта съемка на нет ни для красоты и с ролика и в ролике и и не будет именно вот этих показов как я вытаскиваю электролифт с каждой банки высчитываю эти деления на ориометре этого ребята из этого не будет если кому-то кому-то надо сниму отдельные перешли на по электронной почте если кого-то это интересует значит снимаю показатели по тестеру снимаем плотность и нам сейчас нужно определиться стоит ли работать с этими батареями на которых нужно менять клеммы потому что у меня было такое что привезли аккумуляторы один раз аккумулятор привезли сказали что вчера этой батареи крутили но эти меня ввели в полное заблуждение я человек очень доверчивый я клеммки конечно сделал поставил сделал новые клеммы полностью залил а когда начал мерить оказывается батарея батарея абсолютно мертвой оказалось поэтому вначале я сниму показатели затем займусь ремонтом клемм если показатели будут нормальные если батареи рабочие вот мне не внушает доверие вот это батарейки 16 года тюменский великомученик видно что батарея по корпусу видно что батарея имела неосторожность быть размороженные стенки раздутые не знаю сколько это было но по крайней мере мне удается если мне изначально привозят замороженный батареи пока еще удается восстанавливать батареи за исключением одного случая когда батарею конкретно разморозили и видимо внутренние перемычки которые внутри батареи были также разморожены и электролит соединился то есть здесь уже как говорится медицина бессильно получилось двери три очень больших банки на аккумуляторе работа с такой батареи конечно она не имела никакого смысла так ну что ж так собраться с мыслями так ну что ж пока съемку остановлю сниму показатели ролик у нас будет очень длинный уже 16 минут так сниму показатели и буду будем намечать план дальнейший план работ за сегодня мне нужно поменять клеммы если эти батареи стоят того чтобы им меня заменяли клеммы и нужно запаять корпус запаять корпус это план задача на сегодня бог даст никто не отвлекет постараюсь с этой задачи справиться и дальнейший ход событий будет продолжение этого ролика а пока съемку останавливаю ну вот ребята сразу вырисовывается один из нюансов работы с этими батареями вот начал с первого марса и вот такие показатели 0 процентов посоху 86 процентов заряда сопротивление 42 28 и пусковой ток всего лишь 66 ампер напряжение 12 52 очень подозрительная схема очень подозрительные параметры и я думаю что вот эту клемму которую не снимали я не знаю наверное с первого дня существования с первого дня работы этой батареи я думаю что там закисление сейчас я попробую попытаюсь ее снять побрызгал в дешке сейчас попробую раз ее вытащить и сделаем повторный замерчик и так делаем повторный замер клемму я снял зачистил паличной вывод вот как видите сколько шваму было в контакте обычная 1250 результат налицо вот из-за такого маленького нюанса эту батарейку можно было списать видите 71 процент появился 1056 ампер пускового тока напряжение то же самое и сопротивление 261 и это все вот из-за такой может быть из-за такой клеммы которую никогда в жизни не снимали и не чистили так что не благодарите если столкнетесь с такой ситуации что продолжаю тестировать дальше следующие батарейки так что перво первоначальные параметры сняты на этой 1056 на той на которая была закислена тюмень у нас далеко в навозе 28 процентов по суху 696 батарея выдает но это не удивительно батарея старая и по нрц они схожи вот с этой батареи 12 62 там и 12 62 здесь но здесь у нас 63 по суху и 996 ампер по пусковому току я думаю я предполагаю что вот эти батареи они стояли в паре и вот эта батарейка она кончает вот эту вот по параметру потому что это тоже проседает чтобы в этом убедиться сейчас я буду сделать карту плотности по всей видимости в этой батарейке у нас будет плотность повыше чем в этой но это мое пока предположение с этим с этой парой если эти были в паре с этой пробитой нашей батарейкой вот показатели причем при том что одна баночка не рабочая нсц 13 00 и 1082 ампера батарея выдает выдает даже больше чем это здесь у нас этот в этой батареи по идее должно быть должна быть плотность также завышена должна быть плотность больше чем в этой батарее так как эта батарейка немножко опережала и большую часть заряда эта батарея брала на себя из этих двух то же самое и должно быть здесь но это пока еще мои предположения давайте я сейчас сделаю карту плотности и уже исходя из карты плотности будем делать дальше следующие окончательные выводы так ну что друзья составил карты плотности и те предположения которые я высказал перед тем как начать составлять эту карту они принципе оправдались но судите сами вот в этой батарее давайте посмотрим уровень какой электронита он во всех банках идентичен одинаков и плотность у нас в банки 126 по всем банкам это батарейка у нас работала в паре я утверждать не могу но это мои предположения вот с этой батареи здесь у нас плотность по банкам сами видите 132 в одной баночке только 131 во всех банках 132 но кроме этой пробитой естественно и смотрим уровень а уровне то у нас опачки практически нету потому что эта батарея у нас кипела она более сильная она более здоровая и большую часть заряда отбирала именно эта батарея теперь переходим полно переходим к следующей паре значит что я хочу сказать по умению здесь у нас все банки практически сухие но сухие не из-за того что они кипели они сухие тупо из за того что их не обслуживали были на 5 клиенты приехали заходите нету тебя обратная полярность на мази на японцев на всех обратная полярность но возьми возьми вот эту bosch нет вот bosch bosch возьми bosch если она по полярности подойдет ставь эту батарею свою заноси ко мне но я последние не заберу не переживай последние оставлю тина сигарет так на чем я насчет певменской батарейки на она сухая не из-за того что она кипела она сухая тупо из-за того что ее просто не обслуживали при всем при том вот в трех банках которых есть электролит и в которых не удалось сделать замер плотности плотность 126 это батарейки работала с более здоровый с этой батареи у нас здесь плотность в одной банке только 125 баночка отстает это первая банка но в ней почему-то и больше уровня и в остальных баночках 28 27 27 27 28 27 и также у нас уровня нету но здесь у нас уровня нет из-за того что эта батарейка кипела потому что она более здоровая и большую часть заряда эта батарея принимает на себя вот в принципе один из моментов на которые вам стоит уделять особое внимание это на подбор этих батарей но сегодня наверное я сегодняшнюю часть это кино кино новеллы закончу приостановлю запись займусь полюстными выводами и пайкой корпуса в первую очередь наверно запаяю корпус потому что нужно будет залить электролит и дать батареи отстояться сегодня зарядом я заниматься не буду потому что из-за того что после заливки электролита батарейки нужно отстояться минимум 15-20 часов сегодня залью и до завтра она будет стоять сегодняшнюю часть нашей кино на вы назовем ее часть 1 я заканчиваю что ж друзья до встречи во второй части всем пока не забудьте